Так звучит панамская утка. Итак, у нас раздел «Панамские утки». Поскольку среди слушателей много молодёжи, и молодёжь мало знакома с авантюрами и жульничеством таких организаций, как АОММ и прочие всякие, в начале XX века были аналогичные предтечи, то есть массовое надувательство населения, оно всегда проводилось с большим удовольствием и большим количеством разнообразных людей. И вот в России в начале, во времена постройки Панамского канала были жулики, которые собирали деньги на постройку этого канала, обещая акции, дивиденды и прочее. И вот с той поры, как эти жулики образовались, значит, это знаменитое дело было, их там поймали, разоблачили, но, тем не менее, с той поры вот такие массовые надувательства, типа АОММ, стали называться панамами. А панамские утки, это связано с тем, что журналисты, сами учёные зачастую, поскольку часто нуждаются в хлебе насущном, придумывают всякие профанации, которые выдают в масс-медиа, и дальше с помощью их развивают свой авторитет, повышают доминантность и получают, наконец-то, искомые гранты. Хотя зачастую это, мягко говоря, не соответствует истине. И вот этот замечательный раздел «Панамские утки» у нас завершает наш сегодняшний эфир. Что из самого интересного можно рассказать, что произошло из этой области? Ну, конечно, отличаются передовые отряды учёных. Это Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Статья опубликована в журнал «Behavioral Medicine». Бактерии влияют на эмоции. Так называется, собственно, смысл этой статьи. Они исследовали женщин 45-55 лет и посмотрели, какие же бактерии в кишечнике у них превалируют. Но то, что там ещё кто-то превалирует, очень странно, учиствуя американский фастфуд. Но, тем не менее, они нашли там бактериидеев и привателл, то есть и то, и другое, два вида бактерий. Но самое главное, что таких женщин американские учёные исследовали с помощью МРТ. То есть стали исследовать их мозг. А как бактерии влияют на мозг? Причём на что? На кусок коры, называющийся, скрытый у нас в мозге, называется островком, и гиппокампий. Оказалось, что привателла, вот эти вот бактерии, увеличивают толщину коры в гиппокампе и в островке у женщин. То есть если у вас правильные бактерии живут, то у вас толщина гиппокампа и коры толще. То есть получается так, что если вы едите не то, и у вас не те бактерии, то происходит резкое расстройство личности. Ну, в общем, это может, конечно, произойти, если у вас начинаются проблемы с дефекацией. Ну, а так, представьте себе, толщина коры, которая не меняется всю жизнь, которая связана с размером нейроном, вдруг становится толще или тоньше. То есть речь идёт, конечно, не о каком расстройстве личности и поведении, а гидротации. Мозг связан с теми или иными или токсинами, или метаболическими, тем более, что у женщин это измерять вообще смертельно опасно. У женщин толщина коры, по тем же американским сведениям, меняется в зависимости от менструального цикла. То есть речь идёт вполне понятно о гидротации. Так что перед нами классический вариант панамской утки. Значит, дальше отличился Антверпинский университет, специальный журнал, посвящённый мозгу, журнал «Брейн». Значит, они решили проверить старые опыты по расщеплению мозолистого тела, то есть то, что связывает полушария между собой. И они нашли двух человек таких с разрезанным полушарием и решили их изучить. Почему? Потому что на протяжении 60 лет учёные всего мира, и в первую очередь психологи, сказали, что после расщепления мозолистого тела возникает два человека в одном. То есть двойственность сознания. Получается, один правополушарный, другой левополушарный. Так вот, оказалось, исследовав этих людей, да ещё по таким вещам, как зрительные впечатления, оказалось, что никакого расщепления нет. Мозг, оказывается, сохраняет свои целостные функции. То есть неожиданность довольно странная, потому что на первом курсе медицинских институтов рассказывают, и биологических, что существует перекрёст латерального коленчатого тела, кроме этого существует передняя комиссура, перекрёсты волокон в среднем мозге и в стволе. То есть перекрёстов очень много. Не только мозолистым телом исчерпываются связи между полушарием. Господа, учитесь. На первых курсах почительнее. Тогда, может быть, получится. А так работа выглядит вполне прилично, как настоящая панамская утка. Но в ней просматривается и другое явление, как желание ребят из Антверпенского университета немножко заработать. С чем их и поздравляем. Особое удовольствие получается при анализе замечательных исследований Висконсинского университета. Оно, с одной стороны, носит и чисто утиный характер, а с другой стороны и позволяет получить новые сведения. Ну и заодно похоронить традиционные психологические теории изучения сна за последние 70 лет. Что же сделали эти ребята? Значит, несмотря на то, что Мэдисон, конечно, это такая своеобразная американская пырловка, работа опубликована в Nature and Aeroscience и говорит о чем? О том, что ребята решили исследовать электроэнцефалографию, дело довольно сомнительное, но тем не менее, и подергивание глаз. Потому что быстрый сон — это подергивание. Быстрый глаз, медленный — медленный. Все на этом строится. Они показали, что сны, если будить заснувшего человека вовремя, сны есть и при быстром, и при медленном сне. И вся эта история о том, что только быстрый сон связан с сновидениями, является, в общем, выдумкой. Это очень хорошо. И здесь этим ребятам можно дать денег, потому что они молодцы, наконец-то похоронили это откровенное заблуждение и выдумки. А с другой стороны, они показали, что сны зависят от того, какая область мозга возбуждается. Но если человеку снится, например, выступление там Обамы по поводу мозга, и там он говорит ярко и красиво, как он это умел делать, значит, то у него возбуждаются речевые области. А если ему показывается, снится что-нибудь хорошее с голыми курсистками Малибу, то там, значит, возбуждают затылочные области. И это они тоже показали. Даже учитывая все проблемы электроэнцефалографии, то, что это достаточно сомнительный подход, это прекрасное достижение научное. И тут действительно можно только порадоваться. Значит, кроме этого, у нас есть еще кое-какие интересные сообщения. Ну, например, в том же самом бесподобном Эдинбургском университете, это теперь уже у нас речь идет о островитянах, исследовали вообще колоссальное количество мужчин и женщин для того, чтобы сравнить, у кого кора или подкорка образования больше и толще. Учитывая то, что я рассказывал, что у нас индивидуальная изменчивость может составлять многие разы, то есть там в 2-3 раза это запросто, такая задача, конечно, носила, скорее всего, грантовый характер. Но, тем не менее, ее сделали, и оказалось, что у женщин кора толще. Ну, понятно, поскольку у женщин мозг более, так сказать, подвержен менструальным циклам, и там при изменении гидротации мозга кора утолщается, ну, все в порядке. Зато у мужчин оказалось подкорка больше. Забавно, конечно, что это все спустя некоторое время, перепроверив, пришли к выводу, что это все замечательные изменения, к сожалению, не совсем точны, что неудивительно, используя те же самые компьютерную томографию. Таким образом, работа хорошая, но только доказала лишний раз, что у женщин толщина коры чуть-чуть меняется во время половых циклов. Так что поздравляем ребят, все-таки этим можно было деньги дать и не обижать их особенно. Ну, и завершаем мы, конечно, нашим незабвенным Илоном Маском, который известный американский авантюрист объявил в начале этого года, в марте, примерно, интерфейс для подключения мозга к компьютеру. Значит, дело в том, что когда Илон Маск еще не был таким известным авантюристом, он, к сожалению, в 1999-1998 году проводил массу операций по введению золоченых компьютеров, компьютерных чипов в мозг, в слуховой раздел мозга человека. Таким образом, протезировали слух. Я сам был на конференции по нейрохирургии, которые этим занимались. Это делается уже два десятка лет, и мне только остается полюбопытствовать, как Илон Маск соберет деньги на то, что было сделано 20 лет назад. Я думаю, что, учитывая его авантюристическую натуру, это будет сделано успешным, поскольку он до сих пор пересказывает в качестве новостей содержание техники молодежи советских времен 70-х годов.